Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Хотелось бы вернуться к такому формату, как выбор компании на ваше усмотрение. Вы выбираете державу, любую, также придумываете свои правила и цели прохождения. За любую державу, любые правила, единственная просьба, чтобы правила были адекватные. То есть, за какой-нибудь Ротенберг или Ланс Худ мы мир захватывать не будем. Все-таки я немножко сейчас болею и поберегите мое сердечко. На самом деле там ничего страшного, тем не менее, парни, вовсе не обязательно, чтобы вы выбрали что-то из предложенных мною вариантов. Вы можете предложить свой вариант. И если он наберет наибольшее количество лайков, то будем играть в компанию по вашим правилам, по вашему выбору. Не нужно проводить такого конкурса, лишь бы Дон Педро страдал. А еще мне бы хотелось бы затронуть тему МП-партии. Ведь скоро большие праздники, будет очень много времени свободного у людей. И почему бы нам как-то не скооперироваться и не поиграть. Но об этом чуть позже. Парни, мы за шведов никогда не играли в этой компании. Между тем, шведы очень интересная сторона. В данной раскладке, как я зашел, не тяжело получить независимость. Ну может быть потому, что это МП-партия. Ну вот смотрите. Сразу Англия и Литва поддерживают независимость. При таком раскладе можно сразу же Дании объявлять войну и с вероятностью близкой к 100% получить независимость. За Норвегию было бы, конечно, тяжелее бы поиграть. Но вот за Данию было бы самое то. Даже самое изи. Тем более, что ничто не мешает вам принять со временем шведскую культуру и перекатиться в Швецию. Получив таким образом имбовые идеи на армию. Они гораздо лучше, чем у тех же датчан. Но у Дании более лучшее стратегическое положение. Им никто не страшен на старте. Ну вот смотрите. Кто сможет взять этот остров с крепостью третьего уровня? Только тот, у кого есть сильный флот. У нас это только англичане. Но у них на старте своих проблем хватает. Так что Дания чувствует себя неуязвимой державой. В отличие от той же Польши, которой могут угрожать османы и расширяться ей особо некуда. Также у нас есть такие интересные державы, как Польша и Литва, Венгрия. Но таких держав никогда еще не было на канале. Если с Польшей и Литвой все более-менее понятно, они чувствуют себя достаточно комфортно. В отличие от Венгрии. Конечно, не так прекрасно, как Дания. Но тем не менее. На первый взгляд, Венгрии угрожают османы. Если османы нападают, ничего тяжелого в этом нет. Но если присмотреться, у Венгрии целая сеть горных крепостей. Но я же все-таки рекомендовал бы на Венгрии идти в атакующую войну, бить османов, пока они еще не стали слишком сильными. Иначе потом будет значительно тяжелее. Если вы хотите это увидеть, то пожалуйста, голосуйте либо за Венгрию, Польшу или Литву. Можете написать свое мнение или свой вариант, чтобы вы хотели бы увидеть, какую именно из этих трех держав. Италия очень богатая и интересная страна. Однако, у нас не было прохождений. Можно было бы попробовать собрать Италию, либо какие-то другие цели поставить для себя. Например, за Неаполь. Да, на старте мы зависимое государство от Арагона, но в этом нет ничего сложного. Я думаю, что мы получим независимость. Также интересно было бы сыграть за Папу и построить Царство Божье на земле. Либо можно было бы сыграть за Венецию. Тоже очень интересная держава. Я бы за нее тоже попробовал бы воевать сразу же против османов. Я пробовал по-разному. Например, самое вкусненькое из кушать это Сербию и Косовское золото. Но к этому времени осман успевает захватить Византию и Константинополь. Становится очень сильным. А на Венеции расширяться особо некуда. Ну что вы захватите? Сербию, Боснию, может быть Герцеговину. Сербию, сюда влетать в Тунис. И в Мамлюков очень сложно. Особенно, когда осман угрожает. Поэтому за Венецию лучше бить османов на старте. Также можно было бы попробовать, например, за Генуи. Тоже очень интересная сторона. Я на ней пробовал бить Крымское ханство, чтобы оно не досталось османам. Далее развиваться в Черкесии. Побить османов на старте за Генуи, честно говоря, не пробовал. Но, наверное, будет сложнее, чем за Венецию. В общем, если вы хотите за Италию, либо какие-то прохождения, что-то свое, голосуйте за державу в Италию. Блин, только не мантую, парни. Мне не нравится в наших МП-партиях то, что люди играют от личности, а не от державы. Вот смотрите. Литва и Московия. Вот я сижу, например, на Московии. И я не буду нападать на Литву, потому что он мой друган. Но, зато я нападу, скажем, на Данию, чего мне вообще никак не выгодно воевать с ним, потому что я его не люблю, я его ненавижу. Он мне когда-то там в предыдущих партиях шотнул. Мне хотелось бы добиться того, чтобы люди играли от державы, а не от личности. Вот смотрите. Литва и Московия как могут быть союзниками? Вот чисто теоретически и гипотетически. Литва владеет Смоленском, исконно русским городом, поэтому чисто вот, ну никак они не могут быть союзниками. Московия хочет отобрать Смоленск назад, вернуть. Для них это святая война. И если вы заключите союз с Литвой, то вас собственная же знать, собственные бароны, бояре свергнут и поставят другого царя. Более такого сговорчивого что ли. Тем не менее, в МП партии Литва и Московия спокойно могут объединиться, покушать, к примеру, большую орду и пойти на Османа. Чего в реальности невозможно было бы быть. Да, конечно нельзя все примерять на реальные ситуации, но погружение в атмосферу какую-то бы хотелось бы. Также мне не нравится, когда, например, англичанин и француз говариваются, и англичанин без боя отдает Нормандию. Но как это вообще возможно? То есть, если бы английский король, скажем, отдал бы Нормандию без боя, он бы года бы не продержался бы. Его свергли бы собственные бароны, собственная знать. К чему я это? К тому, что нужно играть от державы. Если англичанам невыгодно сдавать Нормандию, тогда это невозможно. Не делайте этого. Вот чего я хотел бы добиться. Как это сделать? Возможно, через союзы запретить историческим соперникам заключать союзы, да? Чтобы у них были свои интересы. Например, француз не может заключать союзы с Австрией, а англичанин не может с французом. Османы не могут заключать союзы тоже с Австрией, Венгрией, с поляками, а также с Московией. Но с другой стороны, парни, вот смотрите, очень тяжело следить, кто заключил союзы, а кто нет. Осман или Московия могут заключить союзы, что исторически, конечно, могло бы иметь место быть. Однако такой союз не продержался бы слишком долго. Я бы хотел сыграть компанию, каждый сам за себя. То есть, все державы будут вынуждены. Вот смотрите, Литва и Польша, например, и Московия. Они могут в МП сговориться и покушать Большую Орду. Но если вы будете играть от державы, вы сидите на Московии или Казани, и вы будете думать, зачем мне с Литвой пилить Большую Орду, он станет сильнее. А затем, когда я буду нападать на Новгород, мне-то есть куда расширяться, а ему нет. И он ударит мне в спину. Вот так бы я бы сыграл от державы, а не от личности. То есть, я бы по-другому тоже сыграл. Поэтому, если вам нравится, каждый сам за себя, то давайте попробуем. Если нет, будем корректировать правила и, может быть, что-то другое вообще сыграем.